Холсты продаются, грунтовать их теперь не надо. Купили готовый холст, купили готовые краски, все и поехали. Технология, так она сложная, потому что много подготовительный процесс времени занимает. Так маслом проще всего писать, гораздо проще, чем мы говорили. Вот, немного проще, чем гуашью, чем темперой. Ну, в общем, это самый универсальный способ работы. Значит, как делать еще легче и проще? Вот, сначала вот эту вот бумажку нашу, холстик. Я предлагаю вот тут жительство, чуть-чуть, чуть-чуть. Алло. Да, 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 правда. Сейчас, я же не хочу, я хочу. Слушаю, сейчас щупачка. Давай, какая водичка. Какой не водичка. Воничка. Какой-то. Ну, а ты и есть, что-то, что-то. Я хотела вам взять, как обычно. Я хочу, потому что у нас она так много краски взяла, как разводит. И все так. Можете, я думаю, скажи. Значит, здесь без фанатизма много тоже не надо, потому что будет краска утекать. Может быть, даже вот этот этап, чуть-чуть можно добавлять краску, чтобы какую-то вот... Я бы, знаете, что добавила немножко зелененькое. Почему зелененькое? Потому что потом желтенькое будет. Такое все будет тепленькое-тепленькое. А сейчас чуть-чуть холстик позелененький, чтобы белый пуль не отвлекал, не мешал своей белизной. Вот. Кстати, художники на белых холстах раньше никогда не работали. С белым холстом, с половиной жилописи вышли импрессионисты. Обычно как раз будет какой-то красноватый, серый круг, если они теплые картины собираются писать. Вот мы выбрали, жуткую зеленую картинку сделаем. Ну ладно, чем она более жуткая сейчас, тем сильнее захочется ее закрасить. Вот. Что сейчас, потом, следующий этап у нас пойдет. В следующий этап мы просто должны сесть и отрисовать внимательным, внимательным образом вот этот наш натурмон. Кстати, вот здесь, не советую в данном случае делать уж очень его условно. Чуть-чуть вот этого изящества хочется, чтобы уже был в процессе рисования. Какой-нибудь охрой, наверное. Там у вас есть и золотистые, и светлые ухо. Вот, опять, как бы на этом этапе важно вместить не только вазу и букет, а вообще весь натурмон. То есть, вот пошли по крайним точкам, ставим где это что. Возьмите вазу. Субтитры делал DimaTorzok Вот чем универсальная, я вам говорила, масляная краска, да, можно вот так жиденько, как акварелька ей рисовать. Вот, можно густо, постолстно. Можно всю работу вести, как акварель, есть замечательные примеры. Сначала я вам натюрморт поставила на чёрном фоне, ну не чёрный, а такой тёмно-сиреневый, серый, такой красивый был, вот и жёлтый так, с силуэтом таким. Но потом вспомнила, что среди нас есть такие колористы, думаю, нет, задачу надо усложнить и вот это вот колористическое такое решение на сплошных нюансах. Разные жёлтые, вообще разные, яркие жёлтые, тёплый жёлтый фон. Кстати, белый фон туда не годится, сколько раз я чуть-чуть холоднее, когда брапировка попадалась, чем вот так, то сразу пропадал цвет у мимозы. Вот, значит, намечаем сейчас, что у нас в нашем натюрморте будет. Не вместили, фрагменты будем рисовать, вместили, то есть всё вот это вот, как ваше творчество. Да, кисточки поменьше. Там есть меленькие, я вам специально на столе оставила, которые можно вот этот вот этап вести. Вы говорили, вы это обычно карандашом делаете, если пробовали. Вот эта жёлтая лестница, она тоже очень такой интересный жёлтый цвет, в сравнении со всеми остальными жёлтыми. Ну, мне кажется, что её бы надо сюда тоже в натюрморт включить. Кстати, кто вспоминает, как мы строили кубики, да, у нас сейчас такой случай, когда мы почти не видим верхней плоскости. Когда всё это в одну линию. За счёт того, что натюрморт стоит высоко. Вот эти вот жёлтые-жёлтые пушистики. Самые жёлтые взять максимально точно. Максимально ярко, чисто. А по отношению к ним уже всё остальное, я думаю. И общий колорит-то нашего натюрморта всё-таки тёплый. Даже вот эту синюю вазу придётся погружать в какую-то теплоту, чтобы она не смотрелась чёрной дырой там. Или синей дырой. Вот здесь можно почувствовать преимущество масляной краски. Видите, она как хуашь, во-первых, так быстро не сохнет, её можно перемещать с места на место. А во-вторых, она при высыхании не меняет свой цвет. Вот какой вы сейчас его намешали, такой он у вас и останется. Самые светлые, самые-самые яркие стоит, наверное, оставить на закуску. Чтобы в каждой вот этой жёлтеньком шарике потом ещё можно было усилить свет. Сейчас всё-таки мы занимаемся полутонами скорее. Тени мы будем потом чуть-чуть прибавлять. Я думаю, будем прибавлять. Может, не будем. Может, кто-то сразу возьмёт их в полную силу. Сумеет. На этом этапе, так же, как и в гуаше, я не рекомендую вам использовать белую краску. Кстати, там у вас на палитре две белые, по-моему, даже есть. Это разные белые. Но это пока вас не должно волновать. Одна цинковая белая, другая титановая. У них разные оттенки. Тёплый и холодный. Цинковый, тёплый. Желтоватый. Вот как вот наш натёр может весь желтоватый. Вот удивительное дело, можно одну и ту же веточку вот этой мимозы рисовать. Но если менять фон, то, если мы будем правильно видеть цвет, то будем всегда его рисовать разного цвета. Этот желтый. Это не будет прям вот желтый-желтый. Если его погрузить на синий фон, то совсем другой будет желтый, чем сейчас. Вот это вот отношение к фону здесь будет очень-очень-очень важный такой момент. Ну, маленькие кисти нам потребуется потом уже детали делать. А сейчас вот такой вот средний вариант, да, вот лучше плоский флейтель. Мне кажется, лучше. Вот так вот. В принципе, если мы рассмотрим цветы как такие, ну, желтые облачка, то каждое облачко будет иметь немножко свой оттенок, в зависимости от того, под каким углом это расположено к свету. Вот эту вот разницу хорошо бы тоже закладывать именно вот на этом этапе. Самые холодные, самые светлые из них, да, какие они, где они, в каком месте расположены. Спасибо. 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 И сейчас все-таки, хотя я и просила чуть изящнее делать это, чем всегда, такой общий колорит всего нашего произведения. Все, что у нас по цвету мы заложим, такое оно и будет. Спасибо. 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 Так вот на счет три. Сначала полтона, потом тени, потом свет. Ну, в общем-то, предмет должен быть уже объемный. Вот, когда вы начнете фон делать, это очень такой важный этап, так как у нас силуэт всей нашей мимозы, он темный на светлом фоне. Вот при всем сложности цвета, который вы увидите в фоне, надо сделать так, чтобы он оставался светлее, чем цветы. Но я думаю, что все-таки сначала листья, а потом фон. Светлым фоном будет их интереснее рисовать. Листья по тону темный такой какой-то силуэт, причем близкий по тону к вазе, но по цвету абсолютно другой. Опять же, от того, как они повернулись, они в каждом месте имеют свой цвет, свой оттенок. Поэтому один раз зеленый намешать и по всей работе сделать листья не получится. Для каждого листочка надо смешать краску отдельно. Светлым фоном. Светлым фоном. Светлым фон. Вот зеленый я рисую холоднее, чем он есть на самом деле. И это неправильно. Все так же тепло, как и весь наш натюрморт. Но это поправим. В любом теплом есть холодные оттенки, в любом холодном есть теплые оттенки. Вот когда появились листья, опять сейчас фон еще делать рано, хочется теперь листья посмотреть квасе. Как вот эта темная ваза по отношению к листьям, насколько она синее и попробовать ее утеплить в этой среде, конечно, не будет дико синей. Синее в написании считается самым сложным цветом, но у нас тут сидят колористы и я думаю, они все справятся. потом мы у них срисуем, какого оно было цвета. Но если даже вы все соврете в цвете, а правильно сделаете в тоне, такая живопись имеет право на существование. Законимаем. Законимаем. Продолжение следует... Блики на закуску оставлять, потом это сделать будет легко и просто. Сейчас пока лучше в белую по-прежнему не залезать. Самое темное место на вазе, помните, да? На самом выпуклом месте. Собственная тень. Рефлексы чуть-чуть светлее, чем собственная тень. Это тоже тень. Вот здесь уже можно увидеть, что листочек смотрится на фоне вазы светлым силуэтом. Хотя во всем натюрмурте он смотрится темным. То есть вот эта вот разница оттуда до туда. Ну, то, что мы сначала ее чуточку подмаслили, картонку, то у нас сейчас, конечно, вот так вот приятно-приятно краска возится с места на место. И ее не надо особенно много грузить на этом этапе. Грузить мы будем на светах. Там, где светло, там, где должно быть много краски. Сейчас мы экономно вот этот вот этап раскидываем по работе. Материала у нас не должно тут много уходить. Иначе может настать такой момент, что краски станет так много, что мы не сможем ее везти туда, куда нам надо. Вот Настя помнит, да, вот эта вот работа, она тут подсыхает, стоит. Потому как возможности везти ее дальше, они закончились. Просто из-за количества краски. Теперь вот это очень интересное. Она теплая, но она освещена холодным светом из окна. Вот эта деревянная скамейка, на которой все стоит. И вот этот вот свет из окна. А свет там из окна равен сегодняшнему небу. Вы пока шли, знаете, какого цвета неба? Не очень голубое. Не очень голубое. Настя. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не знаю, как называется эта краска... Обычно на палитре я ее не имею... Видимо, фотосиняя попалась... Масляные краски, они в принципе даже наборами практически не продаются... У каждого художника, потому что... Свои предпочтения по цветам... Некоторые даже себе намешивают сразу... Любимые сочетания красок... Валера называются... Вот этот сиреневый, который тоже странным образом... В этом натюрморте... Выглядит теплым... На свещённых участках... Имеет оттенок нашего... Серого сегодняшнего неба... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот почему... Нравится мне плоские кисти больше, чем круг... Им так хорошо размазывать... Здесь можно... Один цвет вмешивать прямо в другой... Наконец-то я добралась... До возможности закрасить этот противный зеленый... Найти вот эти вот... Сочетание жёлтого фона... К жёлтым цветам... Здесь без бели уже не обойтись... Тон это понятный... Светлее, чем цветы... Цвет у него тоже такой разнообразный... Ну вот теперь можно порисовать... Поточнее... Ну вот теперь можно порисовать... Вот теперь я тут... Чуть-чуть... Накидаю фактурки... Пройдусь мастихинчиком... И на самом первом плане... Вот эти пушистики... Чтобы они были даже прям выпуклыми... Вот таким образом... Потому что фактура в масляной живописи... Имеет тоже очень важное значение... Не только цвет и тон... Но и количество краски... Ух... Продолжение следует... Продолжение следует...